Всем привет, друзья! Сегодня новый день, новые приключения. Сейчас я приехал на такой машинке. Что это за машина у нас? А, это Форд. Короче, приехал я на такой машине, компания Форд. Приехал забирать диван. Дима и Сандры пошли еще оплачивать этот диван. И мы сейчас загрузим диван и будем направляться уже загружать все с квартиры, старой квартиры, перевозить на этой машине. Взяли ее на прокат. 6 часов, всего лишь 25 евро. 25 евро, 6 часов. И кое-что мы сюда уже загрузили. Сейчас покажу. Вот. Вот уже. Здесь. Уже были в двух магазинах. Здесь мы забрали прихожую. Это вот такое кресло. Кресло-кокон. Короче, оно будет висеть, стоять, висеть на террасе, на балконе. И в нем будет очень-очень комфортно сидеть. Здесь есть крепление, вот такой круг. Крепление, вот видите, да. Когда это все обустроим, я обязательно покажу. Ну, вы видите, места здесь много. Места много. И мы сегодня будем забивать полностью всю машину. Полностью под завязку. Все забьем и поедем уже в деревню. В деревню, в австрийскую деревню. Здесь так она закрывается. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Видите? Реклама. Реклама. Что-то Дима с Андрой очень долго. А здесь холодно. Это склад, огромный-огромный склад. Видите, сколько здесь всего мебели, всего. Ребята, привезли уже диван. Вот такой будет диван. Видите? Вот такой диванчик. И надо будет потом его еще собрать. Так он выглядит какой-то маленький вообще в коробке. Но ничего. Потом покажу, что с этого получится. Все буду снимать, друзья. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И закрываем это все дело. Это нелегко. В детской у Дианы уже собрали шкаф. Посмотрите. Правда, здесь надо будет еще настраивать. Вот такой вот шкаф. Что самое интересное. Этот шкаф, друзья, из Украины. Это австрийская фирма. Но шкаф был сделан в Украине. Вот это да. И здесь вот такое вот зеркало. Надо, конечно, все еще мыть, чистить. И такой шкаф. Австрийско-украинский шкаф. Посмотрите, какой он большой. Это будет шкаф для Дианы. Здесь надо, конечно, еще двери выставить, чтобы было все ровно. Такие вот полочки. Вот так это все выглядит. Вот такой вот огромный-огромный шкаф будет. Вот такой. И сейчас уже будем делать дальше... Ну, собирать другую мебель. Мне сегодня уже немножко лучше. Хоть голос вернулся, а то вообще, блин, не мог общаться, не мог дышать и ничего вам рассказывать. Короче, шкаф мы собрали. И я уже очень рад. Вот такой он по ширине. И... Шкаф уже стоит. Сейчас будем собирать столик. Письменный столик. Кровать уже собрана. Стена полностью высохла. И вот так красиво смотрится. Не знаю, видно это на камере или нет. Такой светло-розовый цвет. Такой цвет для девочки. Одна стена будет розовая. Здесь будет стоять кроватка. Здесь будут полочки. Здесь будет столик. Все, здесь работали дальше. Дальше будем сейчас дальше собирать все. Холодильник уже работает. Уже у нас есть продукты. Пиво Гёстер стоит. Видите, как круто. Замутый Эдбуль. Бутерброды. Моё любимое какао-мильк. Видите, я алкоголь не пью, но люблю какао-мильк. Всем советую попробовать, кто живет в Австрии, кто еще не пробовал, с шоколадным молоком. Просто супер. Так, ну что. Уже сейчас собрали даже столик. Видите, столик готов. Здесь шкаф. Надо только отрегулировать дверь. И в течение где-то одного часа собрали полностью этот стол. Так вот. Шикарно. Потихоньку-потихоньку детское вырисовывается. Но еще очень много работы. И нас... Сколько мусора. И нас ждет. Очень много работы. Особенно здесь. Это целая спальня. Шкаф, кровать, тумбочки. Это надо будет все-все-все собирать. Ну ничего. Такая работа в радость. Сейчас будем обедать. И потом дальше приступим к работе. Правил Диму с Андрой за пиццей. Будем сейчас обедать. И пока не пришли запиться и мне надо как-то разобраться как подключить машинку. Видите. Сейчас я это все подключу. Сделаю. Будем обедать. А потом... О май год. Потом нужно будет заниматься уже спальней. И как-то это еще все выбросить. Дело в том, что здесь баки, которые стоят с бумагой, туда это нельзя выбрасывать. Потому что здесь все будут сейчас выбрасывать новый дом. Все новые жители, которые заехали в этот дом. Поэтому просят не выбрасывать в эти баки. Мусорные баки с бумагой. Отвозить это на мист плац. То есть отвозить это на свалку. Ну как свалка. Специальные места, где ты выбрасываешь уже в большом количестве мусор. Короче, это как-то на двух машинах. Нужно будет вывезти сегодня еще. Так. Буду сейчас отключать это все. Это все дело. Это мне надо. А вот это что такое, я даже не знаю. И это мне надо. Где резиночка? Резиночка. Окей. Резиночка есть. Самое легкое это резиночка. Потом надо будет вот это отключить сюда. Это тоже легко. Просто открываешь красную штучку, ставишь шланг и все. И все. Все. Шланг вставлен. Так, кажется, уже все подсоединил. Здесь закрутил. Здесь тоже. вот тут закрутил. Поставил такую штуку, чтобы не перегинался шланг. Здесь шланг прямой. Ну, все. Все, машинка подключена. Все. Все. Готово. Та-дам. Дима с Андре купили тоже такую машинку, как у меня, похожую. Дело в том, что здесь можно и сушить. Видите, написано Inclusive Throckening. И стирать. Это очень круто, потому что я, например, бросаю стирочку. После того, как постиралась, автоматически включается сушка. Еще один час все сохнет. И я потом открываю. и ля-лям. И все уже сухо. И не надо больше мучиться, как-то это все сушить. Вот это очень удобно. Дима с Андре купили еще такую вот мягкую штуку, для того, чтобы машинка не прыгала, а стояла ровно. Вот такая вот машинка. где-то Дима с Андрой пропали с пиццей. Так, на улицу. На улице, друзья, погодочка просто высший класс. птички поют. Весна. На улице 22 градуса. Солнышко. Дима с Андрой не видать. Какая погодка классная. Как хорошо. Я думаю, что еще дня 2-3 можно уже в футболки ходить. Сегодня уже можно в футболки ходить. Класс. Я в деревне, друзья. Я в деревне. Кто бы мог подумать, что Дима с Андрой все-таки переедут в деревню спустя 8 или 9 лет. Около 8 лет Сандра жила в Вене. Была венкой. А теперь вернулась на свою родину. Слышите, да? Птицы поют. Потрясающе. Такая тишина. Поют птички. Там поля. Предгоре Альп. Класс. Может мне здесь тоже приобрести квартирку. Вот в этом доме по соседству. Но ездить на Вену 40-45 минут каждый день на работу это, конечно, не очень хорошо. Дима с Андрой также купили сюда на балкон. Наверное, здесь будут стоять огромное кресло-качалку. Такое, вы знаете, вот такая, как кокон. Там садись, и ты можешь кататься на пружине. Покажу все. Постепенно, когда мы будем это все делать, жарко очень на балконе, я вам буду показывать, рассказывать. Периодически будут выходить также видео именно с новой квартиры. Кстати, мама здесь еще не была. Все ее видели. Мама еще не была, потому что мама постоянно с Дианой сидит. Поэтому надо как-то маму уже привезти, показать. вот если как бы вам показать вот такой огромный-огромный зал. Такой холодильник маленький, кажется, издалека. На самом деле холодильник достаточно большой. Вот такой, выше. Вот такой, как я, Нет, выше немножко меня. Холодильник. Так, ну что, где они? Я уже хочу есть, я уже хочу выпить какао-мель спицей отдохнуть и потом дальше работать. Кстати, сюда тоже пока еще никто не заезжает. Не знаю, будет видно или нет. Видите, все еще пусто. Мы уже столько здесь делали делов, а соседей еще нету. Только там вазончики кто-то привез и все. А, вазоны? А, одна семья уже есть, тоже что-то делает. Сейчас покажу. Видите, кто-то привез вазоны, и там мебель уже. Потом травку застелит и все будет как лучше в домах Австрии. Но вот здесь придется повозиться конкретно. Вот это самая трудная спальня. Она большая, большой шкаф, кровать еще полбеды, но шкаф, который будет здесь стоять, вот здесь, конечно, с ним придется повозиться. кладовка. Огромный, огромный коридор. Очень большой, просторный. Вот он дальше еще здесь тянется. Хорошо, что мы здесь уже установили шкаф и столик. и это меня радует. Смотрите, какой здесь бардачок. Какой здесь бардачок. В апреле, 4 апреля придет сюда еще кухня. Этот холодильник сдвинется до конца, до резетки и выключателя. он просто как-нибудь сейчас так стоит, да, посерединке. И здесь дальше будет идти кухня. Кухня будет идти. Здесь будет кауч, то есть здесь будет красивый диван большой, потом столик маленький. Здесь наверное останется этот стол. Здесь будет стенка, уже даже все есть. Видите, три резетки для кабеля, для кабель плюс это интернет, все уже стоит. Здесь будет стеночка и здесь будет огромный телевизор. Вот как-то так. Я обязательно сниму, когда будет квартира готова и покажу, что у нас получилось. А пока друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не пропускайте мои свежие новые видео. О, пицца! Белиссимо! Пицца Италиано! Сейчас посмотрим, друзья, что здесь происходит. Так, включи. Наконец-то Дима с Андрой принесли пиццу. О, год! Все, как я хотел. Шампиньоны, шиночка, салями, цвибель. Просто бомба, просто бомба. Стоит 8 евро пицца. Одна пицца стоит 8 евро. А здесь Дима с Андрой взяли немножко другую. ветчина, тоже шампиньоны, потом лук и кукуруза. Так, ну что, попробуем пиццу. Ммм. Вкусная, горячая, вкусная пицца. Так выглядит. Ну что, ребята, на этом прекрасном, на этой прекрасной нотке я заканчиваю. С вами был Денис Кухта. Увидимся в новом видео и до новых встреч. Пока! Редактор субтитров